Встречайте, это Рэм 3500 Heavy Duty в комплектации Laramie 2020 года. Сегодня мы будем исследовать бескрайние просторы кузова, испытывать на прочность откидную крышку, оценим железное достоинство этого монстра, оценим лакшери интерьеры с равними его с легковыми премиум брендами и посмотрим, за сколько он сможет разогнаться до 70 миль в час. Оставайтесь с нами, скучно точно не будет. Это, как всегда, подробный и интересный обзор очередного творения американского автоискусства. Погнали! Ребят, всем привет еще раз. Делаем внешний осмотр этого монстра. Сейчас я нахожусь там, где, в принципе, должен находиться какой-то груз. Да, оно все такое огромное. Я вам скажу, единственное, конечно, мой вес где-то 95, да, стоит спокойно. Ну, выдерживает это килограмм 150, я думаю, а то и 200 эта крышка. Вообще не проблема. Единственное, что здесь неудобно, ребята, то, что здесь нет лестницы, как в фордах, например, тех же. Там есть вот здесь такие места специальные, откуда есть выдвижная лестничка. Плюс есть рукоятка такая, тоже можно ее вытащить сюда, вот так поставить, залазить, чтобы ты не боялся упасть, если у тебя там фобия высоты или еще что-то. Вот, как видно, здесь у нас находится пятое колесо. Сюда подъезжает трейлер, у него такая как гусиная шея. Соответственно, он сюда вставляет приемную часть. Здесь это все закусывается. Здесь это все ходит на вот таких вот опорах резиновых, чтобы принимать вот эти все колебания. Это опциональный пакет. Сюда можно подключить дополнительную камеру, для того, чтобы иметь полную картинку, что происходит позади прицепа у нас. То есть, когда мы будем буксировать трейлер или прицеп, можно туда кинуть камеру и смотреть, удобно сдавать назад. Это стандартный у нас разъем, вот, 7-пиновый. Собственно, здесь разъем для подключения, такой же, как для подключения трейлера. Внизу мы сейчас вам покажем, да. Это стандартный, там, стопы, тормоза, свет, в общем, все стандартное здесь. Закрывается он, в принципе, довольно легко. Я думаю, и девушка сможет это тоже сделать. Вот так это все закрывается. Здесь у нас находятся камеры заднего вида, как видно. Вот, огромный логотип. Здесь снова-таки вот такой вот разъем для подключения камеры. Здесь, я думаю, будет удобнее, конечно, подключить трейлер. И стандартный разъем для подключения всего освещения у трейлера, у прицепа, у чего угодно. Вот, 7-пиновый стандартный разъем. Можно посмотреть, насколько отличается ширина самого кузова. От ширины автомобиля. То есть, вот где у нас заканчивается автомобиль. И вот где у нас продолжается его сочный зад. Вот так это у нас все выглядит. Все очень монструозно. Вот. Это спецтехника. Кстати, заметьте, у него есть подушки Air Suspension. То есть, задняя подвеска у нас подкачивающаяся, которая будет держать постоянный клиренс, независимо от нагрузки. Если вы будете использовать, например, вот этот хитч-ресивер для подключения трейлера, чтобы кузов у вас не проседал при нагрузке, у вас это все будет компенсироваться вот этими вот воздушными баллонами, пневмобаллонами. Вы посмотрите просто на размер этого редуктора. Мне кажется, у газона 66-го, блин, меньше редуктор, чем здесь. Естественно, здесь дофигища листовых рессор. Раз, два, три, четыре листовые рессоры. У нас по кругу дисковые тормоза. Вы посмотрите только на диаметр выхлопной трубы. Это просто больше, чем у КамАЗа, наверное. Реально огромный. Тут машина реально такая мужицкая. Все тут такое дерзкое, большое, огромное, неповоротливое. Вот. Ну и, собственно, здесь такая плашечка Каминс Турбодизель. Вот так этот монстр выглядит. Длина 6,6 метров, ребят. 6,6. Давайте посмотрим, что у него находится под капотом. Такая огромная, у него массивная радиаторная решетка. Вот. А то так у нас выглядит Каминс 6,7. Рэм Дьюти. Вот. Высота, сами видите. Это просто огромный, огромный грузовик. У нас вот такие есть распорочки. Вот. Так у нас выглядит двигатель. Кстати, очень компактный. Но, в принципе, видим, как часть его расположена за передней осью. Если смотреть. Здесь, кстати, места не так уж и много. То есть, двигатель имеет огромный вентилятор для охлаждения. Огромный фильтр. Вот. Аккумуляторная батарея. Также распорка. Гидроупоры. Вот у нас огромная турбина. Причем, да, размер такой нехилый у нее, конечно. Очень нехилый. Вот так это все выглядит. Да, воздуха он жрет, конечно, немерено. Вот у нас второй аккумулятор здесь находится. Мощь. 400 лошадиных сил с завода, в стоке, с EGR, с DPF, с DEF. Здесь у нас находится передняя камера. Вот. Для того, чтобы смотреть, что у нас происходит с автомобилем. Вот такие у нас колесики. Здесь видна часть рамы. Вот. Рама здесь огромная, конечно. Выхлопная трасса. Это, ребят, спецтехника, конечно. Огромные амортизаторы. Да, ширина здесь сумасшедшая. Не зря здесь двойные зеркала, для того, чтобы наблюдать за тем, что у вас вообще происходит с прицепом, с трейлером. Да и, в принципе, чтобы вы проходили по ширине. Потому что, обратите внимание, насколько это все широко по относителю с кузовом. Вот кузов. И вот, посмотрите, насколько выступает задняя часть. Огромная. Здесь у нас находится заливная горловина для дизеля. И здесь вот эта вот специальная жидкость DEF. AdBlue. Для того, чтобы, собственно, этот весь, вся сажа сгорала. Я думаю, не перепутайте. Дизель в Америке всегда имеет зеленый пистолет. Огромные. Имеется регулировка отдельно как этой секции, так и этой секции. Также вот этот треугольничек у нас. Автомобиль оснащен системой наблюдения за мертвыми зонами. Вот камеры 360. Также из той стороны. Спереди он только что показал. Также у нас опциональная камера вот здесь находится. Вот. Над стеклом сдвижным. Также у нас есть здесь освещение. Вот, можно включить. И вообще не будет видно или будет... Да, есть освещение. Также и здесь. Перейдем в салон. Посмотрим, что же нас встречают в салоне этого роскошного трака. Поехали. Начнем тогда с заднего ряда. Можно посмотреть на нашу обивочку. Выглядит все очень приятно. Такая хорошая кожа. Качественная. Вот. Сзади у нас в принципе места достаточно. Я сейчас попробую сесть. Вот я сел. Сиденька я спереди настроил под себя. Вот. И соответственно посмотрите сколько у меня места здесь. Места достаточно. Предостаточно. Сиденья такие массивные, мягенькие. Здесь у нас полная система безопасности. Подушки спереди, сзади. Вот. Куча систем адаптивной безопасности. Здесь у нас есть вот такой вот подлокотник. С двумя подстаканниками. Все у нас обшито кожей. Частично вставки из ткани. Приятная строчечка такая. Кожа такая грубоватая конечно на вид. Но внешне вот этот цвет мне очень нравится. Здесь у нас для комфорта задних пассажиров естественно два огромных подстаканника. Здесь у нас дефлекторы обдува. Здесь у нас полноценная вот такая розеточка на 115 вольт. 400 ватт. 400 ватт кстати неплохо. Можно подключить что-то более мощное. Вот. Здесь у нас 4 USB-шечки. Вот. Два Type-C. Два Type-A. И подогревы у нас есть также для задних пассажиров. В принципе минимальный набор. Здесь у нас спикеры аудиосистемы находятся. И широченный подлокотник. Всегда по ширине подлокотника можно судить о том насколько огромный салон. Вот. Соответственно. Здесь все это выглядит очень массивно. Вот. Очень приятно. Здесь у нас вот такие вот. Такое вот оформление дверных карт. Такое же как и спереди. Здесь мягенькая карта. Прострочечка. Двухцветный такой вот салон. Кремовый и белый. Очень приятно выглядеть. Массивная ручка такая. Как у Toyota Tundra. Такое хорошее управление стеклоподъемником. Здесь различные полочки для мелочей. Спикер в таком прикольном обрамлении. Вот. Такое все мощное. Тонировочка. Ручка эта не зря нужна. Автомобиль довольно таки высокий. Подножек и не имеется. Соответственно эта штучка вам понадобится. Для того чтобы держаться и залазить сюда. Запрыгивать я бы сказал. Вот так это все выглядит. Вот. Места много. Приятно. Есть место куда поставить. Засунуть ноги под сиденье. Ребят. Еще одна интересная функциональная особенность. Если вы не используете задний ряд. И хотите например что-либо перевести. Но не хотите класть это в кузов. Вот. Здесь все очень прикольно кстати трансформируется. Обратите внимание как легко поднимается у нас сидушка сиденья. Мы просто потянули вверх. Сиденье у нас сложилось. Здесь обратите внимание такой фонарик есть. Дальше. Здесь у нас есть такая выдвижная секция. С вот такими подножками. Вы ставите это сюда. Все. У вас идеально ровный пол. То есть. То же самое можно сделать со средним сиденьем. И с тем сиденьем с той стороны. Вы это все разложили. И вы можете сюда собаку поместить например поставить. Или какой-то груз перевести. Который вы не хотите класть в кузов. Все вот так вот ровненько. Удобно. То есть в плане трансформации заднего ряда. Реально интересно. И все довольно таки компактно у нас получается. То есть кому надо что-то возить. Такое объемное большое. Задний ряд для этого идеально подойдет. Если у вас нет конечно сзади пассажиров. Так же самое обратное. Это все легко складывается. Подняли. Опустили. Опустили. И обратное сиденье поставили. Так же есть вот такие ниши. С каждой из сторон. Куда вы можете что-то положить интересное. Так же это вытаскивается. Получается у нас вот такое вот ниша интересное. Я слышал сюда некоторые ребята кладут лед. Соответственно и в дороге у них допустим тут прохладные напитки. В повседневной эксплуатации автомобиль представляет широкие возможности для трансформации салона. Для перевозки различных вещей. Различных габаритных вещей. В том числе не используя кузов автомобиля. Допустим он у вас занят чем-то или он грязный. Естественно если у вас нет тента, кунга и тому подобное. Там будет мокро, сыро. А сюда у вас. Сюда можете что-то положить. Сухо будет, надежно. Такие массивные ручки. Вот. Задняя дверь открывается на угол больше чем передняя. Почти 90 градусов. В плане посадки все очень удобно. Как я уже сказал у нас здесь нет подножек. Хотя опционально сюда можно установить и стационарные подножки и выезжающие подножки в том числе. Вот. Ну собственно вот для чего эта ручка нужна. Для того чтобы вот так вот запрыгивать себя. Вот. Я под себя все настроил. Все удобно. Ножничок у нас здесь. Ручник точнее ножник. Вот. Такой вот массивный руль. Мне нравится что все оформлено в таких интересных красивых тонах. Двухтоновый интерьер. Здесь у нас стандартное управление всеми необходимыми функциями. Четыре стеклоподъемника. Два из них автоматических. Два не автоматических. Система блокировки окон. Система блокировки дверей. И управление также зеркалами. Плюс эта кнопка. Если включаешь эту кнопку. Она включает вот ту вот секцию дальнюю. Здесь мы с управлением передачем. Для того чтобы не повышать передачу выше там какой-то. Напомню здесь шестиступенчатый автомат. Вот такая у нас панель приборов. Стандартный у нас аналоговый тахометр и спидометр. При этом если мы заведем двигатель у нас. Зажжется центральный дисплей. Лерами. Информация о давлении в шинах. Всех шинах. В том числе и задних четырех. Дальше. Средний расход 15 миль. Это не так уж и много. Но в принципе я думаю будет 16-17 пустым. Здесь у нас управление полным приводом. Соответственно у нас есть 2 ВД задний ведущий. 4 ВД полный привод стандартный. И 4 ВД пониженный. Но для этого надо включить нейтральную передачу. Вот. И переходим у нас к центральной консоли. Здесь у нас беспроводная зарядочка. Туда также можно положить свой телефон. Также здесь 4 USB порта. Как и сзади очень удобно. Вот. 2 USB и 2 USB-C. Отключение передних парктроников. Отключение задних парктроников. Это для режима буксировки актуально. Здесь у нас система торможения двигателем. Да. Вот так вот оно у нас двигается. Вот. Соответственно вот через вот эту вот кнопочку вы можете двигать. И использовать это пространство как хотите. Но места здесь просто сколько много. Хотите используйте это пространство. Здесь у вас также есть указатель до какого уровня можно загружать всяким хламом. Для того, чтобы вот этот вот органайзер мог двигаться взад-вперед. Что также интересно. Вот здесь вот такая встроенная линейка. Вы можете на местности. Там вдруг у вас стройка. Какой-то объект. Что-то прийти, померить. Приложить, посмотреть углы тангенсы, катангенсы и тому подобное. Все. Ну я не знаю кто этим будет пользоваться на самом деле. Но это есть и это приятно. Обивочка у нас вот такая вот. Такая часть у нас замши. Часть кожи очень приятно выглядит. Перфорация на коже. Так как у нас автомобиль имеет не только подогрев сидений передних и задних. Но также вентиляцию передних сидений. Здесь у нас большой верхний бардачок отделанный велюрчиком. И нижний классический. Тоже достаточно объемный отделан велюром. Хотя не такой объемный как у обычных автомобилей. Спикеры. Отделка фейковым деревом. Строчечка. Большие ручки. Надпись LAREMY. Контрастная прострочечка. Не совсем контрастная. Но все-таки прострочка. Здесь у нас также подзарядочка. Если вы хотите поставить сюда дэш-камеру какую-то например. Это тоже бы снимать что происходит спереди. Чтобы вы не тянули кучу проводов. Посередине оно все не свисало у вас. Здесь аккуратненько сюда подключили. И все. Harman Kardon. Система у нас акустическая. Вот. Панель вот эта вот мягенькая. Вот эта вот тоже кстати все мягенькая. На удивление. Машина очень приятная внутри. Да. Тут у нас управление светом. Тут у нас управление педальным узлом. Можно регулировать педали. И управление рулевым колесом по вылету. Теперь переходим к центральному экрану. Он у нас как я уже сказал 12-дюймовый. Здесь есть кнопки быстрого доступа. Для того чтобы не лазить по мультимедии. Это у нас радио. Это у нас управление сиденьками. Вот. Камера 360 градусов. Разрешение кстати довольно таки очень большое. Вот. Посмотрите. Я кручу рулевое колесо. Сразу видна траектория. Как траектория видна сверху. С высоты птичьего полета. Так же и стандартная траектория. Траекторные подсказки. Вот. Видно. Это очень удобно и очень сильно облегчает вам маневрирование задним ходом. Так же самая вот эта функция. Вид сверху. Реально мне очень нравится. Дальше есть вид сзади. Камера заднего вида. Вид спереди. Разрешение кстати очень классное. Мне нравится. Довольно таки высокое разрешение. Широкоугольная камера. Вот. И такой есть вариант. Направленный вперед. Соответственно у вас так же траекторные подсказки показывают куда вы будете ехать вперед. Даже при виде сверху. И так же заметьте есть задние траектории. Для того чтобы посмотреть войдете ли вы по ширине. Особенно учитывая кузов. То есть насколько широкая задняя часть кузова. Все очень удобно. Вот. И вид сзади на кузов. Камера заднего вида. Вот. Также есть вот такой вот вид у нас 360 по бокам. Это будет удобно. Если вы маневрируете задом с прицепом. Для того чтобы посмотреть что происходит с прицепом. Но дополнительно как я уже сказал. Вы можете посмотреть так. Точнее посмотреть на это все через камеру подключенную дополнительно. Установленную уже непосредственно на самом трейлере прицепе. Здесь у нас есть так как я уже сказал. Возможность подключить дополнительно. В задней части кузова. В разъем для камеры. И плюс второй разъем. Непосредственно там где у нас находится фаркоп. Вот. То есть у нас здесь обилие. Просто возможность здесь также увеличить. Обилие камер. Все для того чтобы вам было удобно маневрировать. Вот. Это реально очень удобно. Разрешение еще раз повторюсь. Шикарное. Мне очень нравится. Закрываем камеры. У нас тут есть подогрев сидений. Трехпозиционный передний. И вентиляция сидений. Тоже трехпозиционная. Как видно. Также и пассажира. Вот. Дальше у нас управление климат-контролем. Если мы включим. Соответственно здесь можно вот так вот управлять этим всем. Удобно. То есть тебе не надо постоянно тыкать по каждому разу сюда. Для того чтобы повысить или понизить температуру в салоне. Все это делать с помощью такого отзывчивого ползунка. Реально мне нравится. Очень удобно это все выглядит. Так же самое и здесь. Классно. Мне нравится экран. Офигенный. И плюс у нас есть подогрев руля. Удоб. Сидень. То есть вот эта вот нижняя секция экрана. Она всегда присутствует. Независимо от того где мы сейчас находимся. В каком меню. Даже если я сейчас выставил режим допустим кондиционера. У нас всегда присутствует вот эта вот нижняя панель быстрого доступа. Я бы так сказал. Здесь у нас также интересная кнопочка. Есть управление задним окошком. То есть вот можно посмотреть. Окошко будет у нас двигаться. Чтобы вы могли положить какой-то длинномер. Ну если вы захотите. Ну что поехали. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok Двигатель у нас имеет мощность 400 лошадиных сил, 6,7 литра объема И вдумайтесь на секундочку, здесь 1355 нм крутящего момента Доступных уже при 1800 оборотах То есть это сумасшедший зверь, который может тянуть вплоть до 11000 кг Вот именно наша версия Есть и больше в принципе У нас стоит задняя главная пара 4.1 повышенная Стандартная идет 3.85 4.1 что нам дает? Она дает нам больше возможностей тянуть Соответственно Он нам также дает чуть резче ускорения со старт Соответственно для того, чтобы совладать с таким крутящим моментом Здесь установлена 6-ступенчатая коробка Aisin Японского производства Работает она честно туповато У нее есть подергивание при переключениях Видно, что коробка Даже с учетом того, что она усиленная И стоит как бы на самой мощной версии Ей реально тяжело И она зачастую не может справиться с наплывом С огромным этим наплывом крутящего момента Поэтому ее чуть передергивает Она чуть не попадает туда, куда надо В том диапазон Он классный, он мощный, он очень моментный Но у него именно здесь есть большие проблемы Даже в Штатах С тем, что этот двигатель имеет 2 системы Это DBF и DEF DBF это у нас сажевый фильтр по-русски И DEF это у нас система, с помощью которой происходит сжигание сажи Он у нас закоксовывается Соответственно у автомобиля начинаются проблемы Падает мощность, он начинает дергаться Не ехать в Check Engine И заключается и тому подобное Дополнительно сюда также заливается специальная жидкость Которая используется для прожига Есть разные версии То есть есть версии, в которых эта сажа сжигает Стоит специальная свеча И поджигается диск топлива Соответственно оно прожигает вот эту всю сажу И все это вылетает в охлопную трубу А есть версии, как у нас С системой DEF То есть дополнительно к тому, что та сажа у нас оседает Вот в сажевом фильтре Вот в таких, так сказать, сотах сажевых То дополнительно она прожигается не дизелем Как здесь, она прожигается специальной жидкостью Которую надо сюда доливать Соответственно если она заканчивается Это будет очень печально И многие не обращают на нее внимания Она может у них заканчиваться Соответственно прожиг не происходит Опять все закоксовывается, забивается Это очень печально Поэтому здесь, в этом плане, рэмы Их с одной стороны очень любят за то, что это В принципе, мне кажется, один из самых роскошных интерьеров Среди всех пикапов, если сравнить с Ford F350 С моделями General Motors Да, это Chevrolet, Silverado, GMC, Sierra Полноразмерные Но в то же время у них вот проблемы с движком Вот такие Автомобиль стандартно стоит 55 тысяч Вот в такой версии Около 60 тысяч Тут опции еще добавлены В общем, цена этого автомобиля 82 тысячи почти Сумасшедшие деньги Это очень дорого за пикап Но он и предлагает, в принципе, очень много всего за эти деньги Любой стык дорожного полотна Любой переход Он очень чувствуется Автомобиль Козлит, конечно С неведомой силой И прям чувствуется, как задницу у нее Иногда чуть-чуть она виляет Автомобиль, кстати, длиной 6,6 метра Как я уже сказал, может буксировать до 11 тонн Сумасшедшие цифры Это грузовик Фактически это грузовик То есть это пикап на базе грузовой платформы Грузового шасси Естественно, это равный автомобиль По-другому здесь никак не может быть Вот мы сейчас идем 50 Сейчас прошу чуть-чуть 55 Газ в пол 82 Я считаю, для автомобиля, который весит 3600 Это очень сильный подрыв То есть в плане буксировки В плане ездовых качеств Тут вообще никаких претензий к автомобилю нет Разгон рэма Раз, два, три Понравилась машина В общем, по своему содержанию По начинке Вот, очень понравилась Функции очень много Комфортно Комфортно в плане неиздовом комфорте Находиться здесь комфортно Полно плюшек различных Довольно-таки дорогих В принципе, этот салон автомобиля Действительно не уступает По своей напичкенности По функционалу Многим люксовым автомобилям Именно легковым Но, конечно, касательно Ездового комфорта Это еще тот козлик Козлиц сильно Коробка дергана Вот несколько раз Коробка прям Пере переключениях Прям очень сильно дергалась И это очень сильно заметно Вот, поэтому В плане Ну, и опять-таки Это спецтехника Да, то есть Она нужна для того Чтобы постоянно по хайвеям Наматывать Тысячи, тысячи Десятки тысяч миль Но при этом Вы будете сидеть в комфорте С подогревом С вентиляцией Летом Вот Хороший, мощный кондиционер Будет у вас У вас полно подзарядок Полно разъемов Для подключения Вашей техники Гаджетов Хотите камеру поставить Или регистратор снимать У вас есть вот отдельная Как я уже показывал Розеточка для этого Огромный монитор На который можно выводить Различные показания Различные менюшки Транслировать сюда Ваш телефон Через Android Auto CarPlay То есть В этом плане Автомобиль крутой На повседнев Я бы его не взял Никогда Реально Это надо заниматься Перевозками Как минимум На стройке Где-то работать Быть каким-то прорабом Я не знаю Или менеджером Какого-то среднего Высшего звена Для того, чтобы на объекты ездить Для того, чтобы вы понимали Что вы могли там заехать На объект Глина Слякать Включили полный привод И красивенько там проехали И не испачкали свой костюм В принципе Как вариант Но так, чтобы просто ездить Каждый день На работу В магазин За детьми В школу Вообще не вариант Он огромный Он неповоротливый Он прожорливый Поэтому Опять-таки Это спецтехника Но очень комфортная Спецтехника Для того, чтобы водитель Себя чувствовал Не ущербным Каким-то Во всем остальном Это отличный автомобиль Как бы Но он имеет четко Вот свою Как бы цель Вот То, за что его любят Его преимущества Ценят И тому подобное Вот это конкретно Для определенных целей Автомобиль Я надеюсь Вам обзор понравился Вот Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Помогайте продвижению Канала Оставляйте комментарии Это реально Очень помогает Продвижению канала Мне приятно Я за любую Конструктивную критику Если я где-то Что-то не упомянул Забыл Вот Вы там Не пишите сильно Гневные комментарии Вот Поэтому Мое дело Донести для вас Ощущения Вот я Допустим Покупатель Пришел За автомобилем Что мне нравится Я не буду смотреть Там ровный Стежок Строчки Или нет Или насколько Там мягкая Я просто Констатирую факт Да Там мягкая Дубовая А уже вам Принимать решение Если вы вдруг Заинтересованы Или в пригоне Такой машины В Украину В России Куда угодно Или если вы Здесь вдруг Находитесь Вот Чтоб вам было Интересно Посмотреть На что Рассчитывать При покупке Такого автомобиля Вот Поэтому Надеюсь Вам понравилось Подписывайтесь Лайки И увидимся В следующих Тест драйвах Всем пока